Значит, очень интересно всегда, когда говорим об интеллигенте, понять, кто он такой, ну, с некой социальной позиции, с философской, социальной, и понять, чем он отличается от всего другого, от интеллектуала или кого-либо еще. Значит, очень модно и принято ругать американскую систему образования. Действительно, люди считают, что вот они, не знаю, элементарных вещей, что они все тупые, и отчасти это так оно и есть. Но на самом деле мы много чего не понимаем. А не понимаем по одной очень простой причине. А причина, она состоит в том, чтобы нам для того, чтобы выучить одного инженера в нашей парадигме образования, требуется строить вот такой круглочек. Вот у тебя качественный здесь инженер, он же физик-теоретик, кто-либо еще. Ты на нижнем этаже должен получить кучу народу, которые имеют приличное среднее образование, потом кое-какое высшее образование, еще кое-какое. Тебе реально нужно, вот здесь один человек сегодняшний. Вот этот народ, который получил незаконченное среднее образование, он пойдет работать в ПТУ, он тоже востребован. Но вот эта серединка наша, вот эта, которая у нас вот здесь посередине есть, она никак не востребована обществом. Тебе нужен либо высоко качественный профессионал, либо работник мотыги и кого-либо еще. Но с другой стороны, чтобы подготовить инженера, ты их обязательно должен готовить. В этом я и говорил, что интеллигенция, Ленин прав, он является говном нации. Почему? Потому что это отходы системы образования. Ты учился-учился, пытался стать физиком-теоретиком, нужно высококачественно, а и не стал. С одной стороны, ты чрезвычайно образован в каком-то смысле. Зная что, третье, четвертое, десятое, научился на 100 экзаменов, которые ты сдавал, манипулировать экзаменатором, пускать в пыль два раза, манипулировать окружающими, ты очень хорошо подготовлен, теоретически. Ты по этому смысле очень неприятный. Но с другой стороны, с точки зрения общества, ты являешься обросом. То есть это труднее в этом, в членам улья? Они не труднее, они не труднее. Вот, где красный макер. Вот, где красный макер. Вот, такова ситуация. То есть тебе общество должно каким-то образом сутилизировать. Они не хотят утилизироваться, они сильнее, они просто... и так далее. Теперь американское общество. Что они решили эту проблему? Значит, на что я опять хочу сказать, я опять к Сергею Борисовичу пересадинул, а зарисуюсь. Значит, вот он, когда он говорит, что есть различные этапы труда, как бы. Ну, например, мы учим человека считать. Раз морковка, два морковка, три морковка. А я четвертую сорвал. А я четвертую сорвал. Научился считать. Потом раз яблоко, два яблока, три яблока. Опять это. Потом раз арбуз, два арбуз, три арбуза. Определенный круг народа, она всегда будет считать в арбузах, яблоках и морковках. Переход к числа качественного не происходит. Да? Но бывает так, что человек настолько способен, что у него тут приход происходит сразу. Он три морковки просчитал, тут же понял, что такое число. А у другой считал и морковки, и яблоки, и арбузы, и столы, и стулья. Переходы не произошло. А где такие люди живут, по сути? Ну, для примера. Ну, почему? Есть же люди, например, функционально неграмотные. Некоторые так пытаются, таким образом, читать. Складывают, складывают, а слова у них не получаются. Другие учатся так интегрировать. Некоторые Хобб сразу же научился интегрировать, а он не может никак. И вот такое вещи не дают. И всякий раз, для какой-то определенной сложной деятельности, у нас оказывается, что мы, наше образование, оно предлагает просто пример. Вот этих самых морковок. Сначала морковок, потом яблок, что-либо еще. В ожидании, когда вот такой психический скачок у тебя произойдет. Да? И вот когда ты готовишь человека, способного к физическим задачам, чему-либо еще, какой-то там, игре, например, к футболу, да? Футболиста высококачественного. Вот человек тоже учится бить и справа, у него должен быть хорошо поставленный удар. Он бьет им. И некоторые люди, ну бьет он и бьет, и не получается у него, он не получается. А второй Хобб, бац, бац, подошел, у него получилось. Потом его слева наставляют бить с пыра. Он бьет, потом щечка, и все, у него это получилось. А тут большое количество, как говорил, скажем, Садылин у нас оказывается, что у нас, как говорят, не футболисты, а инвалиды. Кто головой не умеет играть, кто слева бить, кто справа, что-либо еще. Точно так же, вот у нас такая структура. Вот она. На мой взгляд, в Америке, я перехожу к Америке в сравнении с нашей ситуацией. И ты обречен на то, что вынужден готовить громадное количество специалистов с громадным количеством труда для того, чтобы подготовить одного высококлассного. По сути, ты всякий раз подбрасываешь кубик, там раз морковка, два морковка, потом раз яблоко, в надежде, что у тебя получится результат. Он не получается. То есть качественного скачка у тебя не происходит. Вот наше так образование устроено. А потом мы платим развитым странам, получается, самое большое издание, которое мы только можем заплатить. Это дать состоит, что эта верхушка снимается и переезжает на запад. То есть мы вот понесли вот здесь все свои эти затраты фантастические, получили большого количества отбросов, кала, то есть интеллигенции, допустим, если мы готовим физиков или инженеров, получили. Мы остались со своим этим дерьмом, а все, что следовало, оно уехало. Ну, практически все. Такая это самая большая даль, потому что наши продукты, наши отходы остаются у нас. Они у нас должны быть заутилизированы, их надо кормить, поить, прикидываться, что они нам важны, оказывать им знаки почтения и уважения. А верхушки нету. Что сделали американцы? Ты же остался. Ну, я же вот. Я же вот здесь. Не, по-моему, ты наверху. Ну, значит, здесь вот так. Но все равно не нужен. Вот. Что сделали с американской системой? У них американская система произошла вот так. У тебя есть плата достаточно низкообразованных людей. И дальше у них вот тоже такой цикл, но он вот так устроен. Представляете, да? То есть их вот это основание, которое готовят, оно гораздо меньше. И у тебя вот этого самого отброса получается меньше гораздо. А выходов, с другой стороны, больше. Поэтому система более эффективна. Плюс сюда еще перекидываются верхушки со всего мира. Как им это удалось стимить, это непонятно. Но у них нету, например, такой системы, как у нас. У них есть частная школа, но нет специализированных школ, по сути, таких. Но оказывается, что в хорошей, сильной школе у тебя всегда есть программа международного бакалавриата, где 10 человек учатся, и когда они заканчивают эту школу, они примерно на уровне нашего кандидата наук, скажем, по химии. У тебя громадная школа, там на 5-6 тысяч учащихся, как у них сделана высшая школа. А верхушка у них заканчивает, и она у нас оказывается вот такого уровня высокого. Такая вот верхушка. Примерно как в нашей PHD, то есть как бы кандидаты философских наук. А это у них, по сути, 20-летний школьник. Вот. Такова грустная истина. И об этом. И в результате перед ними просто программа вот этой утилизации, она не стоит. Они же тоже могли, путем больших затрат или что-либо еще, превратить вот такую фигуру в такую фигуру. То есть они пытались вот эту негра, которая должна быть просто негрой, пытаются сотни раз подбрасывать кубик на условии, что они когда-то научатся считать и считать. Что они сводят какие-то простейшие математические операции. Но это тебе не нужно, тебе же все равно интересует только верхушка. Игорь, а тебе не кажется, что в этой пирамиде, которую ты в американских написал, тоже есть уязвимое место? Да, есть. Она состоит в том, что они специализированы очень сильно. И фактически вся пирамида зависит от этого основания. А вот та вот другая пирамида, которая там с промежуточным, она на самом деле, промежуточный слой интеллигенции, он достаточно как бы самостоятельный, но в принципе не нуждается в ничего. И теоретически они могут специализироваться как угодно. Да, но это тоже могу сказать, что... Как показывает практика на самом деле, так и получается. Ведь наши выпускники университетов, как правило, именно они становились бизнесменами, олигархами и прочее. Если посмотреть на практику. Да, это потому что... Да, и смогли на самом деле, имея общее образование, все-таки специализироваться по своим возможностям. Да, но практически никогда на Западе. То есть практически нету таких особых хороших примеров, когда стали бы особо богатыми людьми. Так все-таки, значит, и имеется какое-то определенное преимущество быть интеллигентом вот этим нашей пирамиде? Не имеет. Никакого преимущества не имеет. Ну потому что вот эта пирамида, правая, которая в американском, она слишком завязана... Господа, что я еще хочу, какую здесь особенность? Не очень, она нифига на специализацию не завязана. Он уже не видит ничего. У них там народ, который в верхушке, он чрезвычайно образован. Вот только что Кирилл Исков у своей дочери опубликовал как бы такой портрет художественный. Ее научно-руководительница группенфюреров во-немецких, да? Но, конечно, она не американка, она новинский лауреат. Она на чем-то там играет, в результате она открывает оркестры, выступления оркестровых в родном городе. То есть она разносторонний, высокообразованный человек. Но при всем при этом, как бы, хотя немецкая система она другая, у тебя нет необходимости вытягивать вот этот весь народ наверх. То есть тебе не надо всякий раз подбрасывать кубик. То есть тебе не надо говорить, что раз морковка, два морковка. Получилось число? Не получилось. Теперь раз яблоко, два яблока. Число получилось? Не получилось. Ну и Бог с тобой. Вот это американская система. Вот ты и живи своими морковками и яблоками. А если у человека это сразу же получилось, то ты приходишь на высший уровень, тебя стоит тянуть. И всякий раз вот так. То есть, а ты вот сюда, человека приподнимаешь всякий раз. Большая часть их невозможна. С большим количеством труда и затраты. Десять раз им долги уже про эти морковки. То 30 раз про помидоры, 100 раз про арбузы. А человек не считает. Ты знаешь, еще какая есть проблема? Вот ты пример один привел, а я тебе противоположный приведу. Одна преподавательница у бузы поехала в Америку, там устроилась на работу. И она решила узнать, ну вот там, просто инициативная такая женщина, насколько образован, какой уровень образования у ее преподавателей. Она взяла, выписывала опросник на основе американской литературы, как бы классиков американской литературы, какие-то вопросы. Про самые простейшие, чтобы просто узнать, знают ли они вообще, читали ли они все это. И разослала опросник по своим друзьям, преподавателям, там различным, это университетов и лузов Америки. И что, какой был результат? Результат был катастрофический, никто ничего не знает. Просто никто из своей литературы, никто ничего не знает. А ты говоришь про то, что вот, ну есть вот такая пирамида, да, может быть, наверху какие-то пару денег находится. Ну не знаю, да. Но в целом, на самом деле, у них бескультура, специализированная бескультура. Каждый, конечно, свое какое-то отдельное направление знает. И может быть, знает профессионально и во всех возможных подробностях. Но и не более того, понимаешь? Это не так. Она просто попыталась, я не знаю, дело кого она опрашивала. Но это дело касалось литературы. Да, дело состояло в том, что она пыталась подойти к этому подходу естественно с научной точки зрения. Ну естественно, с российской точки зрения. Где у нас литература, кто что написал, занимает важное место. Мне попадались учебники истории, говорят, что вот американцы плохо знают историю, допустим. Попадались вопросы по истории, которые у них принято знать или не знать. Так вот у них по-другому все принципиально организовано. Что такое история по-нашему? Это великие полководцы, государственные деятели. Цари. Цари, да. Они же государственные деятели. Цари. У них совсем иначе. Они, как отче наш, знают, как наши знают отче наш, знают историю открытия антибиотиков. Вот знают они это вопрос. То есть у них история как таковая, она организована вокруг других лиц и других факторов. Понятно? Если к ним приходить, признавать по поводу литературы, а по поводу царей, особенно американских царей, типа того, что, да, то они покажут сильное невежество. А если им говорить про историю, скажем, науки, то они, наоборот, в отношении наших покажут удивительного рода осведомленность. По-другому устроено, по-другому расставлены приоритеты. Понимаете, да? Вот. Ну, я еще раз говорю, что вот такая система, она гораздо более удачная. Но есть еще другая система, часть которой она американская. Она состоит, что ты вот так делаешь, а ты делаешь это вот здесь, да? Вот она вся вот такая, а потом верхушку ты покупаешь в других странах. Вот отсюда и отсюда. Ну, вот она образная. Кроме, кроме, кроме того. Вот так. Ну, это близко тоже к американской. Ну, у тебя есть система, как бы, специализированных школ еще, кроме того, да? То есть, как бы, американской элиты. Вы знаете, что Обама, допустим, представитель элиты, хоть и смуглый парень, загорелый, у него родственников по материнской линии. Пять президентов США. То есть, такой, такой зам. То есть, она вместе вот с этим общим облаком, она как бы вот так существует, значительную роль в ней играют евреи, ашкинази. Очень большое. Ну, этнически даже. Евреи и ашкинази там, как бы, вот, занимают такое видное место. Ну, вот я про это хочу сказать. Но, что здесь очень интересно, что и такая система, тем более такая система, не производит интеллигенцию в нашем, в российском смысле. А наша система образования, бесконечный подкидывание кубиков, ее воспроизводит. Что тогда говорит эта интеллигенция? Она понимает, что она никому не нужна. А мы являемся хранителями русской культуры, говорит интеллигенция. Мы не просто тут отход от производства, а мы хранители русской культуры. И вот она здесь, эта интеллигенция, эту русскую культуру и хранит. Подойди к англичанину, подойди к американцу, если выяснить, что какая-то глупая является исключительное право на хранение культуры, то это не воспринимают, как нескромно о нас говорят так. А у нас это нормально. Интеллигенция действительно сейчас истребляется активно, конечно. Но вот у нее такая установка есть в интеллигенции, что она является хранителями вот этой культуры. И это очень странно. Как вот с этим работать, я не очень понимаю. Просто, может быть, будут какие-то соображения. Но этот характер, он происходит из системы нашего российского образования. Что у тебя? Она производит, для того, чтобы произвести высококлассного специалиста, производит большое количество лишних людей. Но, к сожалению, вот сейчас эти высококлассные специалисты очень часто они приходят в более развитые страны, где им состояние предложить значительно более высокие. Я говорю, что на всякое явление можно посмотреть всегда с двух точек зрения. Конечно же, есть точка зрения негативная. Если мы все-таки меряем нашу жизнь с позиции комфорта, с позиции успеха, в том числе и промышленного, успеха государства, то, возможно, как бы та система образования, которая у нас сложилась, она, как бы, может быть, и не подходит для этих целей. Но с точки зрения другой, неких общечеловеческих ценностей, некоторого рода ценностей как бы человека как такового, на самом деле, наше образование, она выращивает именно вот таких самостоятельных личностей, таких цельных и полноценных. Ну, как ты понимаешь, что они цельные и полноценные? Как ты их сравниваешь? В смысле разносторонности, в смысле... Ну, и где оно, какое там разностороннее? Как ты, по какому критерию ты хочешь оценить? Ну, это же по тому самому критерию, оценить их, по которому именно наша страна произвела такое явление, как интеллигенты, именно наши интеллигенты, таких примеров, там, Ликачев, там, Сахаров, да, они являются свою роду уникальными людьми, да, которые, которые вообще-то говорят... Ну, Лихачево Сахарова это верхушка какая-то? Нет, нет, это не верхушка, это именно интеллигенты. Ну, Сахаров как физик, конечно, самая верхушка, что тут можно говорить-то? Ну, пускай Сахарова, я не знаю, я, честно говоря, не уверен, что он там великий специалист, на самом деле, я подозреваю... По российским меркам он очень хороший специалист. хорошо, не важно. Важно состоит то, что есть другие интеллигенты, писатели, художники и прочие, да, все-таки в каком-то смысле они действительно создали нашу культуру, они действительно по этому миру показали некий образ, некого рода концепт человека как такового, да, вот, такой цельный и, как бы, то, что называется, полноценный. Потому что тот человек, который вот видится во всех этих пирамидах юных, это человек функции, это человек какой-то, который умеет нечто делать одно только, и во всем остальном он как бы нелеп и не нужен, да, это человек, который винтик системы, а вот тот человек, наш, да, человек интеллигент, он в некотором роде вот, можно так сказать, человек, как его задумал Бог, да, полноценный универсум. Касать не могу, простите, ты же. Универсум. Универсум. Не человек функции, а человек универсум. Ну, я тебе могу сказать, что у меня социальный компетенция у нас очень невысок у всех. Высок? Невысок. Понимаешь, что на самом деле? Нельзя делать выводы на основе каких-то отдельных примеров и на основе... А у тебя есть противоположная точка зрения? Есть противоположная точка зрения. Я считаю, что в каком-то смысле наше общество в целом и касательно образованных людей оно уровнем выше, чем общество западное. Я так считаю. Что действительно наши люди, да, они интересуются не только политическими вопросами, они действительно интересуются вопросами науки, техники, они интересуются вопросами философии и прочего. Ну да, войну-то мы выиграли с такой гарантией по-любому. Нет, дело в том, что это высокоразвитый и полноценный человек, разносторонний. Он может специализироваться, если ему надо. В любой момент. Понимаешь? Он является в каком-то смысле той самой чистой формой, о которой мы постоянно грезим, когда рассуждаем о метафизике Достоевского и прочего. Той чистой формой, которая может стать чему угодно. Ну я, ладно, я... А там, где говоришь о каких-то специализациях, которые... Которым человек является своего рода непосредственно деятелем, понимаешь? Который может только то, что ему, чему его научили здесь. Ничего другого не может. Я не об этом сейчас. Я его не понимаю. Мы его с детства научили, что он не может другого. Говорю, что у них адаптация социальной компетенции выше. Ну это как бы... Пока общие слова. Общие слова. Ну что такое, например, ну что такое социальная компетенция? Знаешь, что социальная компетенция? Это взять человека американцы. Поместите нашу среду и иди вы выживи. Не выживет он. Потому что ему нужно социальное обеспечение, ему нужны дороги, ему много чего нужно. Он не сможет выжить. Социально адаптированно как раз мы, которые можем жить в любых условиях, даже в условиях разрухи, мы тем не менее выживаем и ничего не случается с нами. Вот это называется социальная компетенция. А не то, что надо уметь что-то там какие-то службы сходить, социальные какие-то пособия выбить. Так что на самом деле это еще не понятно. Социальная компетенция умение водить машину, умение заказать и... Да, пиццу заказать умение. Это самое главное. Билеты на самолет по интернету, знание иностранного языка, умение изменить настройки экрана, который у тебя есть. Есть специальные тесты такие. Тесты на дебилизм. Все это можно любому человеку в течение месяца весь спектр этого объяснить. И наши люди самообъяснятся не только что умеют все это сделать, а еще 10-ти кратные и 20-ти кратные. Но они не могут сделать на сегодняшний день так. Не могут. У нас владение иностранными языками на каком уровне-то находится? На нулевом. А в Америке, может, на высоком уровне? Ну, а в Европе почти на 100%. В Европе... Почти на 100% оно и находится. На 100%. Ладно, давайте это вы отклонились. На самом деле, владение языком это не та самая интеллигенция, это не то самое интеллектуальное занятие, к которому идет речь. Хотя, конечно же, оно к этому актуально. Не то. А здесь люди учили, благодаря нашей системе образования, 100 миллионов человек учили английский язык, никто не выучил. Ну, потому что у нас практики нет. Потому что английский язык это язык, потому что это не такая вещь, которую можно научить, это такая вещь, которую она пользуется. И так далее, и так далее. И чего только нету здесь. Ну, не важно. Суть вопроса состоит в том, что я не вижу в нашей системе только минусы. На самом деле, в нашей системе есть плюсы. Что если вот здраво подходить, например, и немецкая система, она вот такой треугольничек примерно представляет, пока не раньше было. А теперь им это стало как бы неинтересно, потому что вот так, навострили сделать. Так знаешь, почему-то... Есть на самом деле парадигма классического образования, который состоит в том, что человек должен быть широко, и многосторонне образованным. И она как раз, вот эта пирамида широкообразованного и многосторонне образованного человека, она как раз наша. Потому что специализированная, производящая профессионалов и узких специалистов, это на самом деле система и на. Хорошо, понятно. Она производит не человека, она производит функцию. Ну да. Я хочу вам обратить внимание на следующую вещь. Вот это самая среда вот таких лишних людей, она действительно... Но они не лишние. У тебя на самом деле оценочные высказывали? Ну вот таких. Ну оценочные. Полуфомикад. Нет, это не полуфомикад. Это обыкновенные универсальные люди, о которых грезила... Не универсальные они. О которых грезила эпоха возрождения. Она грезила о гармонических людей, которые все могут. Да чего они все могут-то? Ну именно наша литература дала образ-то вот это... Ничего. Как бы достоятельства. Да почему это с чистой формой? Потому что это именно наши, вот те люди, как бы печори, допустим, которые ты называешь лишними людьми. Это образ, на самом деле. Но они лишние в другом смысле. Они же не в этом смысле лишние. Каком лишние? Он именно лишний человек. Он не функция. Он на самом деле, в некотором смысле зовут цельный, серебрирующий человек. Ну вот, вот так. Ну лишние хорошо. Я считаю, что... А американцы это чистая функция, которые не знают ничего дальше того, чего мы его научили. Сказали ему, вот всегда быть так вот таким. Он остается таким. Он ничего не может. Он не может из колеи выйти. Не может на мир посмотреть другими глазами, широких взглядов. Это узкоспециализированные люди. И у них широкообразованность это огромная редкость, потому что это роскошь. Быть широкообразованным это роскошь. Потому что образование дается у них только для того, чтобы зарабатывать деньги. Для того, чтобы выжить. А у нас дается образование, чтобы стать человеком. А как же оно так дается-то? Прямо наоборот. У нас миллиардер покупает футбольный клуб и золотой батон. Да ладно, про миллиардера. Ты каждый раз пример приводишь. Мы же говорим про интеллигенцию. Где миллиардер интеллигенции? Мы про интеллигенцию говорим, а не про миллиардера. Он не принадлежит к разряду интеллигенции. Наша интеллигенция в каком-то смысле это олицетворение людей как таковых. Некоторыеase говорят областовых людей. А Стив Возник, он поделится. Ну ты про Никачева сам же говорил. Областовый человек. Слушай, а Стив Возник или Возняк он кем является? Он является интеллигентом нашем смысле или нет это который компьютер первый собрал какой-то конкретный специалист области не не может быть интеллигентом или нет только исходя из того что он какой-то капиталь чего-то становится не по не по мере капитализации широты образования что например работал работ потом прекратил и пошел среднюю школу там калифорнии силиконовой долине преподавать физику являясь при этом миллиардером а то деньги которые у него были на тот момент который слезы и такие истории можно рассказать в другом месте причем здесь это они же массовые ну массовые слезы истории что ну это же это разряды это понимаешь они смешные на самом деле это же та самая смешная история как то что они все созданы для того что только тупо деньги за нет они все созданы для того что он функционирует он функцию включил у себя физику больше ничего не видит это одна функция он конечно герой пошел учить детей но это функция функциональность понимаешь где широта взглядов то ясно ясно что у скилла нету широты взглядов а у нас любой может у него и есть средний интеллигент заткнет его за два пояса последний интеллигент не умеет считать и брать производную экспоненты но при этом самое главное в жизни брать производные экспоненты на самом деле в жизни не хочу этого не хватало надо его сказать сказать что ты хочешь ну что ладно ты бы сказал что у нас на вот лучше да у нас что наши российские интеллигенты то о ком мечтал человек эпохи возрождения я понял вот он вот он так и выглядит не американец я имею ввиду в некотором смысле что наше образование но с одной стороны действительно согласен не плодить специалистов это плохо потому что наши промышленности нашей стране нужны специалисты да и специалистов никуда не доедешь нет никакие цели далеко идущие не поставишь ничего не делаешь но с другой стороны специалист это ограниченный человек он только знает то что умеет то в чем его научили у него нету широты а у нас образование позволяет иметь широту я бы хорошо она и конечно когда у тебя широта горизонты когда ты на самом деле число усилия направлен на то чтобы знать многое естественно ты тогда не знаешь какие-то конкретности естественно ты не стоит быть специалистом то что ты знаешь одно второе третье ничего толком не знаешь ты не являешься специалистом одной другой третьей области и для что просто какого-то рода там там мечтать который хочет знать все что знать невозможно чем проблема универсальный человек почему человек эпохи возрождения как он был задуман как своего рода микрокосом почему он состоялся ну потому что знание сейчас стало так много в определенный момент точнее он стал так много что никакой отдельный человек за свою жизнь не мог его это целиком это знать не мог его воплотить себе это неизбежно там появилось разделение труда в том числе и умственной деятельности поэтому это пошла такая идея что как бы человек должен специализироваться и сейчас превалирует на американском и европейском рынке как бы человек профессионал он знает узко свою деятельность считается побегом на прыжок на месте считаются этим провокацией то есть он не может уже выйти за рамки все потом куска узко все вот например он знает там допустим это я специалистом там какой-то норвежского и делик там какой-то языка и он занимается этим и все его ничего уже не видит ничего не знает он обкопается в этих буковках все узкий специалист наш не таков нашего не заставишь на самом деле заниматься чем-то узко специально он всегда стремится к каким-то общим вопросам нет просто я думаю такая система которая у нас она усвоится именно социализму а вот для капитализма она совершенно не востребована почему вот эти люди стали лишними потому что именно сейчас они не востребованы потому что если бы у страны были какие-то проекты прорывы и так далее то вся эта часть она была бы неутилизирована так сказать востребована и в разных областях находилась почему еще раз говорю я согласен с вами почему повторю второй раз что в случае войны конечно вот эта средняя масса она позволит любую войну выиграть в россии даже не понимал раньше они способны освоить любую тексту да именно об этом потому что они готовы стать и специализироваться любым способом потому что они имеют широкий спектр образования и могут специализироваться в случае необходимости в нужном направлении именно так и случилось на войне нас когда пришли на фронт интеллигенты они как раз быстро освоили технику они быстро освоили там командование там тактику стратегию все надо было подготавливать специально как это делалось на немецких не искали узкие специализации там каждый там отдельный специалист на своем таком-то каком-то участке и все и шаг право шаглевым уже ничего не знает уже ничего не умеет вот праздник и этот интеллигент вот это вот прослой к интеллигенции да в мирное время там и в принципе как бы это роскошь но роскошь на самом деле имеет широкий спектр образования это потому что для жизни это не нужно это то не утилитарное которым любят говорить это не утилитарно мы живем не утилитарно на самом деле мы такая нация которая плодит не утилитарная такую роскошь да такой цвет такой да есть людей которые не нужны на самом деле для общества не нужны да действительно но в некотором смысле как бы это более благородно дальше делать и функции превращать их в рабов системы винтиков некого механизма потому что вот если у нас сейчас будет какой-то промышленный проект это вся часть будет очень востребованной россия моментально без этой прослойки не развернуть же промышленных специалистов можно готовить десятилетий они в принципе готовы они очень быстро буквально там какие-то считанные месяцы но это ты валя свою тему на самом деле тут еще вопрос такой что наши вот эти как ты пишешь интеллигенты способны и это показывает практика да решать новые задачи период перестройки период разруки и так далее они действительно смогли взять на свои плечи многие функции государства да я что еще хочу сказать когда у вас я попадаю вот эта верхушечка вот эта которая верхушка есть да вот вот эта верхушка попадает по каким-то причинам что у нас происходит а вот у нас такая перемена она превращается в такой перемен складывается да так у нас же были всегда кто-нибудь типа негачок там ну так негачок чего-то все-таки уверенно что ли просто знаменит как интеллигент а как ученый то он не ноль ну а сахаров ну да и что это сейчас мы и делаем на части это делается это специально потому что такая система гораздо дешевле не на тут вообще специалистов не уничтожили реформа реально действительно нацелена на то чтобы уничтожить вот это вот эта роскошь которая связана с интеллигентом и уничтожить да и превратить вот пирамиду почему американской подобной пирамиду в первую очередь потому что приложение труда у тебя оказывается вот такое что у тебя ну система но она перестает как ты правильно говоришь проектами проекты поставляли которые надо решать сам проект когда ты занимаешься сложным проектом но как театральных институтах учатся мне приходят начинаешь строить спектакль так вообще и надо я пришел и начинаешь научить научишь грубо говоря проектировать ракету и тогда кто-то у тебя дорастает до такого верхнего уровня а вот она сейчас это специально делается по чести потому что такая штука она во первых более управляемый во вторых она более дешевая гораздо более дешевая да аппарат не нужно тебе устойчивая система я же говорю что кастра пришел к власти 50-х годах на кубе все кризисы что-то маслят без крыш они приспокойно царствуют тут уже 60 лет совершенно нет она не такая я говорю что устойчивая получается у них там уже про русскую культуру как бы да вот несколько слов стоит добавить игорь проекции организировал что вот эта интеллигенция у тех которые нужно утилизировать да считает себя носителем русской культуры а на самом деле я не вижу в этом ничего смешного на самом деле не считаю что так она и потому что действительно русская культура и вообще говоря культуры это нечто неуловимое и на самом деле ее можно передавать только из поколения поколения невозможно никак а предметить никакие там березки и какие там матрешки и какие-то произведения искусства не будут это чем-то существенное да и не станут культурными явлениями си не будет слой населения некоторого интеллигенты до которые будут об этом в обо всем этим всем заниматься и передавать поколение поколение знаний обо всем хорошо поэтому как бы и это с очень ценно на самом деле наша русская культура действительно она своего рода культура такая культура именно человеческую не когда не культура материальным типом то человеческой типом и передаём особенность поколением поколением оп за счет нику цельного универсального человека того человека как задумала его бог бог задумал что человек он был некоторого она такая же так у тебя основание было меньше то есть если это советская культура такая пирамидка у тебя получается царская была вот такой это не означает что она была дешевле она была дороже потому что слабого человека тянуть на священки я говорю что просто невозможно я еще раз говорю что любая система образования такова потому что у тебя всякий раз когда человек приходит на новый уровень от подбрасывания монетки ты можешь в первого раза перетянуть может никогда не перейти сколько тебя не учи поэтому вот его это практически это что вот как бы американцы эту систему построили это их большое достижение удача 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 на территории не было почти не были за войны это всеми равных на это не за они воспользовались результатами как бы геополитических как бы там неурядиц натуру других я сразу хочу сказать что на сегодняшний день вот наша пиковка и американская они очень сильно между собой отличаются их пиковка гораздо выше ну это из разряда того что все что иностранное все выше все что наше почему-то чем-то ниже я выше ниже не очень понимаю каких это координатах выше и ниже я же объясняю это просто они разные компетенции да нет они раз так узкие специалисты у нас как бы широкого профиля специалисты да вот ну и что то есть вот это удача и неудача я не знаю как случайно что у них похоже вот это я подозреваю что если будут поставлен какие-то конкретные задачи наши возможно как бы дадут эту фору там любимым любым этим сомневаюсь потому что эти узкие специалисты это чисто как бы некого рода это эффект как бы база у них база лучше и эффект базы конечно это лучше и результат вообще у нас база ниже да и поэтому нам нет возможности результаты выдавать а дай нашим базу широкую возможность и будут результаты выше чем у американцев у нас верхушки нет игр да есть у нас все есть просто как бы надо да я еще хочу сказать что он сидит и гай вот дайте ему базу про царскую россию я про царскую россию хочу сказать еще следующую забавную вещь все таки там двухсословное общество то есть там основное сословие его вообще даже почти не учили то есть у тебя была такая вот эта штука была рядом с и они здесь 8 процентов читать не были да это понятно что здесь такая вот кераминка была советское государство в этом отношении вот более правильный потом произошло так что вот это дело истребили все так взяли его перебили после войны а это наоборот приняли офисе то сейчас забавно читать у той же линии да она рассказывает а у меня вот предки были очень хорошо жили у них там была селка были богатыми крестьянами в этом вот под великим мустигам а потом их взяли и прессировали баханске присели так и говорю да как те репрессировали то у тебя мама врач ты сама врач это для нормального христианина да просто предел мечты был бы а так вот сейчас и кверху задом бы в этом в этом в картофельном жмыхе бы и копалась бы до сих пор со своей селкой это такая вот вещь но тем не менее вот как это дело схватить и как это дело поймать это непонятно я еще хочу заметить что индийского что вот такое может быть я не прав можно вот такой как у нас было то есть у вас основные касты вот такие высшие касты очень высокие верхушки но не знаю я как вот обзор такого примерно разных систем образования рисует ряугольчик пирамидку но я говорю что по-другому просто не умеют до сих пор готовить специалисты или кого-то еще не умеют готовить вот только путем проб и ошибок то есть у тебя пересадин в этом правильно замечает у тебя есть как бы включение выше психических углов да дело не в этом просто не хотят нашим узким специалистом быть ты че вот вот ты же работал в этом ленинградском институте ядерной физики был узким специалистом че оттуда ушел вот расскажи нам вот всем нам перепоказься здесь ты был узкий специалист и тебя действительно впереди была карьера там какая карьера ты че карьера но ты был ученым сколько уриндекситируемость у тебя был высокий ну это не моя заслуга это дело не в это заслуга Малеева а я ему больше мешал чем не просто почему ты ушел не повезло почему ты ушел из индексом цитирования повезло да потому что наш человек не терпит узкой специализации не может ты же сам говорил что надоело тебе эти считать несчастные это как это интеграл и фейер ну и так каждый из нас каждый из нас не готов быть узким узколобым надо тупым надо быть чтобы это согласиться в этой пирамиде быть на вершине узким специалистом наши не могут вытерпеть узкости потому что страна широкая человек широк сказал достоевский про русского человека слишком широк я бы его сузил вот это речь не о специалисте речь идет вот например у тебя грубо говоря это следует переследиваю высший контур сознания у тебя включается высший контур сознания не надо придут не вижу я там высший контур сознания американцев не видно этого не видишь да высший конкурс психики когда человеку то что называется но как но представьте себе уровень компетенции я учусь водить машину я думаю каждым своим шагом когда ногу поставить когда вы же сцепление еще что-то а потом дохожу до такого уровня когда я все это делаю не заметив не заметив случайно но не как было автоматически но при этом я раньше у меня все силы были потелки потому что куда-то надо съехать ты бы страшно то как это ведь это это то то а посту когда ты осваиваешь машину ты говоришь а хочу съездить в крым а хочу съесть в москву садишься едешь вот тогда ты начинаешь решать какие-то уровни для этого ты должен что-то такое сделать ты сидишь ты потому что текст на английском написать о боже мой потеешь опять напрягаешься не можешь тратишь на него там десятки часов тебе не хватает вместо скажем на творчество либо еще от этот взял автоматически на английский английский знаешь на тебе он практически родной язык и когда ты говоришь что английский такой сложный язык поедешь и ты как и как раз запускать выпуск или может быть они превосходят наши я спорить не стану потому что я не узкий я просто вот например по беру философию да обычно всегда считается что философия это вот некого широкий профиль всегда считала что философия это не по роду царицы наук основание всех наук, там уже классическую философию взять Гегеля, Канта, Фихта и прочее, не важно. Но суть по философии, но американская философия это просто смешно. Англозичная философия, Гегель говорил о Локе, одном из вершин на английский философию, что я презираю Лока, презираю. То есть для него это был позор просто, нестерпимый. Американская английская философия это просто позор к философии, это просто дети. По сравнению с тем, что, допустим, есть у нас, даже у нас, я же не говорю про немцев. У нас еще есть, у нас ничего нет. Да нет, я не говорю про немцев, хотя я не знаю, как у немцев сейчас, или у французов там. Но факт состоит о том, что несмотря на то, что они плодят узких специалистов, люди, вот сам человеческий материал у них мусорный, именно поэтому они и сманивают людей из других стран, потому что у них остается мусор, они плодят узколобых, узкоспециализированных людей, у людей функции, которые ничего не могут, они в каком-то смысле, может быть он гений там какой-то области, но во всех странах он дебил, он дегенерат. Вот в кого они плодят, им нужный человек функция. А мы пытаемся все-таки создать... Ну это неправда, не являются они дебилами, дегенератами. Чего ты мне сказки рассказываешь? Какой там дебилами, дегенерат? Ну если мы посмотрим философию английскую, скажи мне хоть одно имя американского. Они не являются дебилами, дегенератами, не надо глупости делать. Ну хоть одного философа-то скажи. Да не про философов речь. А я говорю про философов. Для меня это важно, я специалист в этой области. Я вот смотрю на них и вижу, что ничего у них нет. А техника и все остальное, что у них развито, это свое родное везение. Если бы в нашей стране так обильно мы могли бы производить эту валюту свою и продавать, то мы бы точно так же могли бы кучу денег потратить и взрастить так же и у нас. На высший уровень поставить образование и достигнуть тех же успехов технически. Это вопрос всегда ресурсов, а не вопрос человека и человека людей. Но если у тебя нет ресурсов, какие бы у тебя хорошие люди не были, но не смогут они ничего сделать. Нет базы, базы нет у нас. Так что все, что ты рассказываешь на самом деле, во многом миф. Понимаешь? Миф о каких-то прекрасных, великодушных, высокообразованных американцах и как бы необразованных как-то лапотниках русских или там российского человека. Это не так. На самом деле это не так. Если судить по некоторым властям, которым мы являемся специалистами, то сразу выясняется на самом деле, что... Ну что, у нас философия есть что ли тоже? Ну а ты стоишь, не философ? Ну так это же случайное исключение. Ну как это случайное? Это выдающееся исключение? Нет? Ну ты как себя позиционируешь? Выдающееся, выдающееся. А многовица? Ну так это же все исключение. Ну что исключение? Это рамки русской прослойки одного взятого города в этом... А русская философия? В национальной позорче. Почему? Серебряное веко-то. Ага. А наши там эти поэты? А? Ну вот они вот с того, из нижнего вот этого треугольничка... Из какого нижнего треугольничка? Ну ладно. Все, спасибо. Что такое поэт в нашей стране? Больше чем поэт. Больше чем поэт? Понимаешь? А есть еще. Поэт в России больше чем поэт. Ему прозаик делает минет. Слышал такое? Ну это американцы придумали. Нет, это наши придумали. Ну и Фтушенко сказал, да? Что поэт в России больше чем поэт. Ну вот. Его и его написали. Что ему прозаик делает. Ха-ха-ха. Ааа.